ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс 50. Проект 100 школ восстановил свою работу, но уже в новом формате. Покорить Бухарест. Усердные тренировки проводят в эти дни дагестанские борцы в Сочи. Там они готовятся к чемпионату Европы по вольной борьбе в Румынии. Правительство Дагестана уличили выщемление прав частных клиник. Антимонопольная служба по этому поводу вынесла предупреждение Белому дому. Дело в том, что в Уфа с республики поступили многочисленные заявления о частных клиник с жалобами на необоснованное распределение финансирования по территориальной программе ОМС. Несмотря на то, что в перечень медорганизаций, которые участвуют в программе госгарантии бесплатного оказания медпомощи, входит 165 организаций. К комиссии были установлены объемы только для четырех частных учреждений. Причем сама комиссия не имеет статус юридического лица, поэтому именно правительство несет ответственность за ее действия. Так, согласно предупреждению, оно должно до 25 апреля признать протокол по разработке территориальной программы ОМС в части утверждения объемов медпомощи на 2019 год недействительным. Следующий материал на пользу всем потребителям электроэнергии. Не спешите верить на слово лжеэнергетикам. Статистика показывает, что случаи, когда непрошенный гость оказывается мошенником, участились. Однако есть и положительная тенденция. Жильцы дома по улице Кашевого не поверили на слово контролерам и обратились в дагестанскую энергосбытовую компанию. И тут дело приняло серьезный оборот. Детали истории у Абдуллы Алиева. Работники энергосбыта или обычные мошенники? Над этим вопросом в последнее время ломают головы жильцы дома по улице Кашевого города Махачкалы. Регулярно их посещают непрошенные гости с требованием оплатить услуги за пользование электричеством. А в частности, они вымогают жильцу по 5000 рублей за открытие лицового счета для последующей оплаты за потребленную электроэнергию. Какой бы контролер не пришел бы, какой бы лжеэнергетик не пришел бы, ни за что не давайте гонять в любую учет. Пока вам не предоставят удостоверение сетевика и сбытовика, никому деньги в руки не давать, пока вы не получите квитанцию. Это правило номер один. Оно прописано и в 534-354. Это понятно. Многоквартирное жилье было построено по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья и введено в эксплуатацию в декабре 2016 года. Заказчиком строительства являлась администрация города. Согласно договору, жильцы считают, что вместе с полученными богоустроенными квартирами им должны были открыть лицевые счета для оплаты за потребление электроэнергии. Я вас на задачу, я сейчас вам атишник и там, помимо того, что лицевой счет, каждому человеку откройте личный кабинет. У всех гаджеты здесь есть. Откройте гаджеты, научите им пользоваться, вам ходить никуда не надо. Вы смотрите на свой прибор дома. Вам вообще, мы создали сегодня все условия, чтобы абонент даже никуда не ходил, никто в жизни его не смог обмануть. Руководитель дагестанской энергосботовой компании Эльдар Гаджибабаев заверил жителей в том, что открытие лицевого счета – это бесплатная процедура, а также призвал не поддаваться на уловки лжеэнергетиков. Кроме того, он сказал, что до конца текущей недели лицевые счета в данном доме будут открыты. Мы данный вопрос с жильцами произвели разъяснение. Нашим коллегам поставили задачу руководителю и начальнику Ленинского участка до пятницы всем жителям открыть лицевые счета. И, в общем, данный вопрос можно считать снятым. И не хочется мне обсуждать, почему не открывались, а потому что некоторые нерадивые энергетики приходили, может быть, не энергетики, приходили здесь, значит, давали ложную информацию, вводили в заблуждение жильцов. Но сегодня, еще раз повторяюсь, мы решили вопрос, и до конца пятницы у данного дома будут открыты лицевые счета. В ходе встречи жильцов дома познакомили с оператором по расчетам с потребителями, который обслуживает данный дом, а также ответили на все интересующие вопросы. Абдулла Алиевнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Получить за грамм паспорт теперь дагестанцы смогут во многофункциональных центрах. Торжественная церемония вручения документа состоялась накануне в одном из столичных отделений. Заявители получили готовые документы из рук министра внутренних дел республики Абдурашида Магомедова. Пока услуга возможна только в МФЦ по Ленинскому району Махачкалы. До конца года планируется открытие в общей сложности 10 пунктов выдачи. Мы делаем это не как бы кому-то мы подарок, это наша ответственность и наша обязанность, чтобы наши граждане Дагестана получали услуги в МВД в хороших, приличных, даже не в приличных, а в хороших условиях. Это мы делаем и будем делать в последующем. А сейчас вот эта работа совместная с МФЦ, это продолжение этой работы, и оно дает больше удобства, чем те, которые были сейчас. В этот же день Абдурашид Магомедов принял участие в открытии нового миграционного пункта в Буйнакском районе. Глава МВД осмотрел здание и ознакомился с работой персонала. Новый пункт позволит жителям района получать госуслуги по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также приемы заявлений об утрате транспорта и так далее. Волнущие события произошло и в жизни ребят. Свой первый главный документ получили почти 50 местных школьников. В Дагестане стартовал прием заявок для участия в проекте «150 школ». Только теперь в несколько обновленном формате. В отличие от предыдущего года, программа позволит не только ремонтировать ветхие школы, но и возводить новые. А все благодаря меценату с Шамильского района. Али Алиев первым обратился с такой инициативой к главе Дагестана. Обо всем по порядку. Патимат Ханапова. Шамильский район Могох. Единственное учебное заведение этого села в прошлом году было включено в проект «100 школ». По плану эти кабинеты должны были быть отремонтированы. Однако меценат, уроженец аула Али Алиев решил – ремонт не поможет. Нужно снести старую и возвести новую, надежную и вместительную школу. И так как строительство проект не предусматривал, мужчина решил взять на себя полностью все затраты. Ставая участниками этой программы, мы поехали для разработки проекта, реконструкции, ремонта этой школы. В ходе работы мы столкнулись с тем, что эта школа вообще находилась в очень ужасном состоянии. Не было смысла эту школу ремонтировать. И уже посоветовавшись со своими братьями, с компанией, мы решили полностью, заново отстроить школу для наших сельчан, для детей, которые учатся в этой школе. Всего 9 классов. Вмещала школа не более 50 учеников. Теперь уже все будет по-новому. Школа приобретет статус среднего общепрозавательного учреждения. Ну а на месте старого здания появится спортивная площадка. У нас в селе достаточно детей, чтобы здесь строить среднюю школу. И все, что необходимо для этого тоже создавать. После 9 классов детям некуда уходить. Им транспорта нету, в другие школы поехать. И вот по этому поводу все родители, все село хотим, чтобы здесь у нас была средняя школа. Вот для этого у нас ведется вот эта работа. И как-то думаем, что это завершится тоже в этом году. В старой школе не было необходимых условий и коммуникации. Теперь в новое здание будет подведена вода и проведено отопление. Я хочу, чтобы закончилась эта стройка. И в школе было все удобства. Нет, так как в нашем старом школе нет ни отопления, ни воды, значит помещение тоже нестандартное. Значит, мы тоже хотим, как целизвание, жить здесь, работать. Напомним, проект «150 школ» сменил запущенный в 2018 году по инициативе Владимира Васильева проект «100 школ», в рамках которого был проведен капитальный ремонт в 117 образовательных учреждениях республики. В этом году, согласно условиям, на ремонт или строительство одной школы региональный бюджет выделит средства в размере до 2 миллионов рублей, а остальные будут привлечены из бюджета муниципалитетов и частные деньги меценатов. Стоит отметить, что сегодня в капитальном ремонте в Дагестане нуждается еще порядка 400 школ. По тематам Ханнапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Шамильский район, Новости 24. Свыше 400 горожан накануне провели уборку на склоне горы Теркитау. В рамках экологической акции гостеприимный Дагестан сотрудники различных организаций, а также студенты очистили маршрут по путеследованию к смотровой площадке одного из самых посещаемых туристами мест в Махачкале. Помимо жителей столицы, к уборке также присоединились и туристы из США. Завершилась акция приятным сюрпризом. Всех участников ждал горячий чай со сладостями. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова стартовала фото-выставка «Народные театры Дагестана». В экспозицию вошли более 130 фотографий. Через объектив фотоаппарата на снимках отображены яркие эмоции и артистичность актеров народных театров из 18 районов и 5 городов республики. Ознакомиться с творчеством все желающие смогут до 9 апреля. У наших народных театров есть свое лицо. А лицо их – это их постановки, спектакли, выступления, различные программы. Вот как бы окошко народные театры – это наша фотовыставка. Ну а теперь предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Судебный пристав в Дагестане украл 2,5 миллиона рублей. Следствие установило, что заместитель начальника отдела службы судебных приставов по Кайкенскому району переводил средства с депозитных счетов организации Кайкенского и Кайтакского районных отделов судебных приставов на банковские карты своих приятелей и знакомых. Переведенные деньги правонарушитель обналичивал и присваивал себе. Промышлял такими махинациями зломушленник с 2014 года. В отношении него возбуждено уголовное дело. Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане. После хорошей погоды весельная лодка знаменитого путешественника попала в шторм. Последнее сообщение от него было получено вчера в 10 вечера. Он сообщил, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот в 360 градусов и стала на ровный киль. В результате произошедшего были частично сорваны солнечные панели. Такая же судьба ждала и ветроуказатель. Из-за этого в настоящее время у путешественника нет данных о силе и направлении ветра. Сам он в порядке. Напомним, Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. За всю историю никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс-гор на таком плавсредстве. Махачкалинский музей истории города стал победителем конкурса лаборатории Театрум-2019. Учреждение представило проект «Фрагмент занавес номер 16». Это небольшая экспозиция авангардистских картин дагестанского художника Эдуарда Путер-Прота. Всего на участие в конкурсе было вводано 130 заявок. На основании оценок экспертов был составлен рейтинг проектов. В России определены самые высокооплачиваемые профессии. Согласно исследованию специалистов Министерства труда, больше всех зарабатывают инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Они получают от 100 тысяч рублей. На втором месте оказались специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщики шпуров, которым работодатели готовы платить от 95 тысяч рублей. Замкнули тройку специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки. Их зарплата начинается от 90 тысяч рублей. Также в рейтинг попали специалисты по потребительскому кредитованию, которые получают от 85 тысяч рублей. Меньше недели остается до старта чемпионата Европы по вольной борьбе. Турнир пройдет в Румынии. Российская команда в эти дни находится в городе Сочи, где проводят свой тренировочный сбор. Продолжение темы сюжет наших корреспондентов. Позади два месяца упорных тренировок. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финишную прямую. В эти дни вольники в основном больше работают на ковре, оттачивают технику и проводят контрольные схватки. Сборную России в Бухаресте представят 10 борцов. Состав участников пока не объявлен. Но уже известно, что на чемпионат Европы отправятся не все лидеры команды. У вольников насыщенный календарь, и тренерский штаб решил освободить от поездки в Румынию, Угуева, Чакаева, Седокова и Куруглиева. Все они планируют выступить на европейских играх в Минске. Кто-то в каких-то весах и первых номеров, и в каких-то вторых номеров, потому что молодым спортсменам тоже надо дать шанс, возможность, потому что, чтобы они раскрылись уже к Олимпийскими. Чем сильнее конкуренция, тем для нас, для сборной команды лучше. Вот мы таким принципом работаем, и такая у нас методика подготовки. Действующий чемпион России Магомед Расул Идрисов поедет впервые на чемпионат Европы. До этого он был первым на крупных стартах среди молодежи. А право выступить в Румынии Хасаютович добился, уверенно победив в начале года на Ярыгинском турнире. Я как бы очень, да, вот, очень для меня это значит, и как бы заявить до себя, и выиграть эту Европу, иншаллах. И до этого, да, боролся там, у 23 Европа, мир, но это все равно не то. Взрослый чемпионат Европы, конечно, это более солидно уже. В прошлом году дома в Каспийске дружина Джамбулата Тедеева завоевала 6 золотых медалей и первое общекомандное место. В этот раз задача прежняя – закрепить свое лидерство на континенте. Чемпионат Европы в Бухаресте стартует 8 апреля. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Сочи. В столичном аэропорту «Ютаж» встретили чемпиона Лиги М1 Хадиса Ибрагимова. «Россиянин» провел первую защиту пояса чемпиона. Поединок прошел в Казахстане, где он смог одержать уверенную победу над польским бойцом. Большое количество людей рады победе земляка, пожимают ему руку и делают фотографии на память. Напомню, что спортсмен не имеет поражения и одержал досрочную победу в первом раунде. Бэйт сообщил, что в скором времени может оказаться в рядах самой престижной в мире версии смешанных единоборств UFC. Да, бой просто сложился, но у меня план был провести больше двух-трех раундов, потому что так как мой соперник не проводил больше двух раундов и очень физически сильный, я думал, что он функционально слабый. Но так получилось, что в первом раунде после двух минут я его выиграл. Но я доволен моим результатом, потому что без травм главное и защита произведена. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова